Особое мнение на 101FM А мы с Юрием Львовичем пока приступим к нашим вопросам, которые есть Сначала скажем, что все сказанное мной в эфире является моим оценочным мнением Теперь будем спокойно работать во время всей программы Спасибо большое, Юрий Львович, всегда о безопасности нашей беспокоится И своей тоже Переходим к городским темам Несколько важных событий последних дней случилось Которые довольно живо обсуждаются и в социальных сетях, и на сайтах СМИ Ну, это и история Смородыкова Где в ближайшие годы может появиться объект по переработке опасных отходов Как это будет, расскажут завтра, предварительно, на заседании клуба «Вечерний» Об этом мы тоже поговорим Это и установка памятника Сталину в Кировской области, в поселке Зониха И, возможно, появление памятников Сталину еще и в Кирове Это и дебаты, которые организовали компании Кировские коммунальные системы Я напоминаю, что пока, как нам говорится, с августа месяца Компания Кировские коммунальные системы перестает обслуживать городские сети Это холодная вода С июля месяца С июля, а, уже с июля, я думала, у них в конце июля истекает контракт Хорошо, с июля У нас собираются с июля С июля, хорошо, с июля Там две части окончания контракта на самом деле есть Поэтому надо говорить по первой дате, которая охватывает примерно 90% Чуть более водосетей нашего города С июля компания Кировские коммунальные системы перестает обслуживать наши сети И этим будет заниматься компания Водоканал Муниципальное предприятие К которому у депутатов на протяжении нескольких месяцев возникало много вопросов С самого начала было сказано, что это будет Водоканал И я помню комиссии городской думы Где были довольно жаркие обсуждения И вопросы, ребята, да они же не справятся У них же нет ничего Мне надо было вызвано особо, подчеркиваю, поведением и компетентности директора Которого исполняла предыдущего директора Предыдущего директора А что сейчас? У депутатов остались вопросы к Водоканалу? Вопросы те, которые возникли, они остались Потому что на них полностью ответы были такие неполученные Это какие вопросы? Это вопросы финансирования проекта при управлении МОП Водоканал Это готовность в людских ресурсах МОП Водоканал Кадры Это получение лицензий Это наличие химических реактивов для проведения работы с водой Очистки Ну и не только Там разные есть факторы И еще получение лицензий Тоже немаловажный фактор Потому что новые лицензии МОП Водоканал может быть только получить после окончания лицензии, которые имеет ККС Так Ну господин Ухов, если я не ошибаюсь Дмитрий Ухов, да, сказал, что мы все это сделаем Мы ведем работу Ну там есть еще вопросы по получению разрешения на пользование, поставку электроэнергии И насколько я знаю, еще такая заявка не подана Это тоже процесс такой существует Подождите, Юрий Львович, так месяц остается? Ну Присутствующий на дебатах Исполняющий обязанности директора Ухов Дмитрий Ухин Да, Дмитрий Ухин Выглядел намного лучше, чем предшествующие руководители Но он работал в этой сфере То есть он как минимум понимает, с чем ему предстоит столкнуться Разговорит на одном языке С теми, кто задает ему вопросы Он очень уверен, что все это выполнит За месяц Да, но мы же знаем, как это обычно происходит Поэтому есть опасения по работе данной организации Ну вот смотрите, у нас вчера были представители Кировских коммунальных систем в эфире Как раз по итогам дебатов У них тоже есть вопросы, конечно, с вами понимаете Сейчас мы скажем, да, об этом Вот, они говорили две вещи Первая, которая должна успокоить кировчан У сетей, коммунальных сетей сейчас хороший запас прочности То есть так, что кировские коммунальные системы уходят, приходят в водоканал И завтра во всем городе пропадает вода Такого не случится ни в коем случае Это первое Но есть очень важный вопрос, который мы вчера поднимали Кировские коммунальные системы – это часть большой федеральной структуры, да, РКС И у них есть возможность использовать какие-то новые технологии, внедрять их Потому что здесь, в Кирове, например, никогда их не опробуют просто потому, что денег на это нет А где-то уже опробовано, здесь уже можно внедрять То есть это вот такая перетекающая история, да, из одного региона в другой У водоканала таких возможностей не будет То есть, получается, мы будем пробуксовывать на месте Им придется все с чистого листа делать И при этом мы не видим реального финансового подкрепления тех процессов, которые должен осуществлять водоканал В этом больше всего страха О том, что мы еще надо и проводить реконструкции сетей Будем говорить, что специфика МУПа, самой вида организации, она ограничивает Муниципальное предприятие Инвестирование средств в реконструкцию А реконструкция нам, понятно, что нужна И мы знаем, что достаточно высок износ, особенно тех сетей, которые были муниципальные Потому что там два вида как бы сети Есть сети, которые принадлежат городу И есть сети уже, которые принадлежат ККС Которые образовали за период их работы в городе Кирове И понятно, что они находятся немножко не в одинаковом состоянии Что большую часть средств вкладывались все же в свои сети Они не, во-первых, новее Это же в основном, которые получились в результате присоединения после появления новых микрорайонов Ну, мы понимаем, да? Новые трубы в новые районы тянули Ну, это входило в подсоединение То есть это тоже было сделано, конечно, за счет тарифов, которые Потому что и подсоединение сетей тоже регулируется тарифным способом И у нас, мы понимаем, что, конечно, были сокращены у нас и количество порывов Мы же помним, когда целые микрорайоны сидели у нас без воды Ну, почти каждый день были утечки где-то, да Не только горячие, но и холодные, да Понятно, что, да, в этом вопросе ситуацию, как и я, значительно улучшил Но предстоит еще очень и очень многое сделать По приведению в нормативное состояние всей сети городской И вот надо инвестировать, а у муниципального предприятия МОП «Водоканал» будут связаны руки в некотором смысле В некотором, да, вот в той ситуации, в которой сейчас они находятся Да, они будут связаны, и мы даже не видим пока еще Возможность получения средств на запуск этой системы При переходе из одних рук в другие Ну, я думаю, что будем, конечно, надеяться на лучшее Но вопросы у депутатов по этой теме есть Юрий Львович, знаете ли вы, что кировские коммунальные системы Сделали городу концессионное предложение Очень плохо, что они сделали очень поздно Они вчера нам объясняли, что работа вроде бы началась еще в 2017 году Ну, она началась, она была непродуктивная Они не получали какую-то информацию, как утверждается Ну, все равно время прошло, да В общем, протоптались на месте, время упущено Да Все То есть тот факт, что они сделали это предложение, он ничего не отменит и не изменит Ну, в нынешней ситуации, наверное, нет Не получится Да, ну, у нас есть проблема там Периода двойных платежных документов Как это будет решаться, мы тоже не знаем Потому что Или перенесет выписку платежных документов на более поздние сроки Тогда у них будет меньше средств на то, что они планировали направить на запуск От себя всей системы водоснабжения и водоотведения кирова Ну, я думаю, что как-то проблему двойных платежей надо будет очень быстро расшивать Неизвестно, как произойдет передача данных по физическим лицам от... Одной компании к другой Компания к другой Компания к другой тоже создает проблему, мы видели, что было... Если какие-то организационные вопросы надо будет и будут решаться, то вот хватит ли профессионализма управления МОП-водоканалом, у меня есть большие сомнения У вас есть большие сомнения Юрий Львович, вы сказали, что... Хорошо, если они будут развеяны Хорошо, вы сказали, что на дебатах на прошлой неделе, по-моему, в прошлой четверг они были Были вопросы к кировским коммунальным системам от присутствующих Что за вопросы были, что за претензии? Ну, там были по расчетам претензии, это от определенных юридических лиц, которых не устраивали подход по затратам, которые предъявляли им кировские коммунальные системы Такие были вопросы Ну, больше всего про переходный период были вопросы, а не по текущей деятельности Не по текущей деятельности Хотя и по текущей вот вопросы по... По расчетам? По юридическим... Да По финансам, по оформлению документов То есть это в судах идут определенные... По отсутствию воды, длительным авариям, не устранить, таких вопросов не было Ну, таких вопросов не возникало, да Таких вопросов не возникало, хотя они есть, конечно Они есть Юрий Шлемензон, в нашей студии депутат Кировской городской думы, сделаем небольшой перерыв, через полминуты снова в студии Особое мнение На 101FM Юрий Шлемензон, в нашей студии мы продолжаем еще немножечко про водоканал ККС и услугу водоснабжения и водоотведения Юрий Львович, остановились на том, что вы сказали претензии к кировским коммунальным системам по прорывам там и не подачи воды есть Ну, это так ярко не выражались, они, наверное, существуют, но, по крайней мере, во время обсуждения это... Не возникало То есть такого, что было в начале 2000-х годов, такого не было? Да, конечно, это все подчеркивали выступающих Еще изменения, которые предстоят? Ну, вот господином Ухином было отмечено, что будет единый тариф Сейчас же у нас различные тарифы у МУП водоканала и ККС на обслуживающее население А, ну, то есть в разных районах, в зависимости от того, кто обслуживает, люди платят по-разному Соответственно, если перейдет на единый тариф, то у кого-то прибавится, у кого-то убавится А пока непонятно, у кого прибавится, у кого убавится? Ну, я думаю, что в районе Нововьяцки и в Ленгасово там, наверное, убавится А, вот так? Ну, потому что там сейчас тариф выше, чем у кировских коммунальных систем Ну, наверное, где-то что-то прибавится, но непонятно, в какой форме А, где-то что-то, вот центр города обслуживали, как я понимаю, кировские коммунальные системы Ну, может и не прибавится, вопрос такой Главное, что эти тарифы надо успеть утвердить А инициативная заявка все еще готовится со стороны водоканала А вот эти должны к какому моменту? К моменту начала работы То есть к июлю месяцу они должны быть И они должны быть адекватны экономически обоснованными, эти тарифы Вот как водоканал будет обосновывать тарифы, не работая с этой системой Вот это достаточно сложный вопрос Если у ККС есть какая-то история о формировании тарифа Ну, конечно, и программы инвестиционные Да То инвестиционная программа вообще ухом нигде не предъявлялась И мы не слышали о том Что будет делать водоканал? Очень сомневаюсь, что она вообще существует такая программа Хотя она должна быть, потому что по-другому работать нельзя При том износе сети, которые существуют Я вам честно скажу, очень тревожные ситуации, Юрий Львович Она тревожная на самом деле не только у нас И в других городах Российской Федерации И совсем недавно в Госсовете рассматривался вопрос Как с этой ситуацией выходить И там говорится о том, что есть такая новая система Ну, как бы в ипотеку будут отдаваться сети бизнесу И будет устанавливаться очень длительный тариф Ну, то есть надо кратковременно массовое вложение средств Для приведения сети в нормативное состояние Но тариф этим структурам будет утверждаться на 10 и более лет Чтобы они могли... Подождите, так это концессия Но это не называется концессия Это как-то по-другому звучит Там форма какая-то другая? Да, какая-то другая форма По факту это очень похоже на концессию Похоже, да Но там, если мы знаем, что те 8 миллиардов с инфляционными процессами БРКК предлагал вложить на 30 лет, до 48-го года То есть есть другая форма, что в первые 5 лет надо все привести Все вложить, а потом уже получать деньги за свои затраты То есть другой подход, концептуально другой подход В России? На госсовете? Да, на госсовете То есть Киров не в тренде опять федеральном получается Опять мы куда-то назад пошли, Юрий Львович На самом деле Но это все из-за того, что это касается не только сетей водоснабжения Это и теплоснабжение касается Но это всех ресурсов касается Всех ресурсов, да Потому что сети во многих городах нашей необъятной страны Находятся в том состоянии, в котором не должны находиться Они даже в Москве, Юрий Львович, судя по раскопкам, находятся Тоже не в том состоянии Там каждый год копают что-то Везде копают Юрий Шлемензон, мы продолжаем Еще одна тема, еще одно важное обсуждение Касающееся всех, это Марадыкова Напомню, завтра на дискуссионном клубе вечерний Будет обсуждаться тема Переработка опасных отходов В Марадыково Это новые возможности или новые проблемы Вот вам как кажется? Ну, я думаю, что очень правильное и мудрое решение Что это надо обсудить Так Чтобы вышел парк, который образовался уже в умах наших граждан Чтобы не было ощущения, что что-то замалчиво-то скрывает Да, чем более открытая информация Тем это спокойнее для населения На самом деле обсуждать нечего Так Потому что никто не знает, как это будет выглядеть Что это будет на самом деле Главное, я вижу здесь Серьезный общественный контроль Когда появится проектная документация Соответствующие ли уровни Фильтры будут стоять Как это будет отрабатываться Вот это важные вопросы А сейчас, ну да, надо про это проговорить Замалчивать ни в коем случае нельзя Но на самом деле предмета обсуждения на данный период нет Юрий Владимирович, вот ощущение складывается такое Объект Росрау Ну, то есть никто не может им запретить, как я понимаю Использовать его так, как они хотят Это постановление правительства же есть Следовательно, Кировская область не может сказать Мы сюда не пустим их Убирайте, значит, отсюда и перерабатывайте ваши батарейки Где-нибудь в другом месте уничтожайте На самом деле население может сказать Все Может сказать Конечно Дорогу перекрыть Ну Нет? Может и дорогу перекрыть Не факт, что надо приходить таким методом Потому что надо сначала знать, что это будет И есть ли против чего протестовать Да, может, все будет хорошо Все в рамках всех экологических норм будет сделано Зачем протестовать? Если появятся новые рабочие места Может, там будут вложения в социальную инфраструктуру Этой организации Никто не говорит, что это уже совсем все плохо Но никто и не знает, что там будет Но если там будут при переработке вот этих отходов Образовываться еще масса отходов Которые тоже надо утилизировать Это тоже задает свои вопросы Об этом речь может идти Но пока мы не можем это сказать Будет что-то или нет Нам нет предмета обсуждения по большому моменту Только знаем, что в Мородниковых есть желание Заняться переработкой отходов первой-второй группы Ну, уже есть, зато критика о том, что Кировская область Потеряет вообще инвестиционную привлекательность Если она и была когда-то Вы помните, когда она была? Не знаю Я не помню Я помню, как незадуга даты Дарьи Аста Никиты Белых По-моему, на Петербургском экономическом форуме Что-то нам там чуть ли не приз какой-то вручали За большой рост Ну, у нас, если пользоваться данными Росстата Которые меняются То по суткам, то по месяцам Также можно подойти к подходу К инвестиционной привлекательности нашей власти Да, печально Ну ладно, посмотрим, что будет с Мородыковым Посмотрим, что завтра скажет губернатор Посмотрим на вопросы Нет, очень хорошо, что губернатор открыто пошел На рассмотрение этого вопроса Это, я считаю, очень правильное и мудрое решение С его стороны Но что будем обсуждать Ни ему, мне кажется, непонятно Пока непонятно Вообще, вроде бы, анонсировали прибытие специалистов Как раз в Росрау Но не знаю, на завтрашнее заседание или еще когда-то Которые должны Надо всех выслушать Должны ответить на вопросы Чтобы понимать, что мы обсуждаем Юрий Вилович Предмет обсуждения на самом деле пока нет Вот, есть предмет обсуждения Памятник Сталину Да Памятник Сталину Он уже, этот бюст, стоит в поселке Зониха Но нас, вот уже слушатели наши поправляют Там, по-моему, деревня Луза Или как-то так называется Ну, в общем, географически Это близко к поселку Зониха Это базовая Территория базы отдыха Да Бюст там открыли Непонятно, как долго он там простоит Постоянно он там Или потом его перенесут Потому что у тех, кто устанавливал Это партия коммунисты России Есть желание, как я понимаю То ли перенести его, то ли поставить еще один в Кирове Я пришлось к этому очень отрицательно На самом деле Почему? Я считаю, что это Глумление над памятью жертв Организованного ранее террора И люди Человеческие судьбы были Исковерканы Очень сильно этим человеком И он был главным организатором И вдохновителем массовых репрессий Все же То есть вы против категорически? Ну, конечно В зависимости от того На частной территории это стоит Категорически На общественной Против У нас вчера Юрий Горькович Потому что сейчас, понимаете Некое Формируется Вот Средство массовой информации Отдельными лицами Запрос На По тем Имперским временам По Такой Тяжелой руке К наведению порядка Превозносят Сталина на пьедестал прямо Но Ведь Если мы говорим О тех достижениях Которые были получены там В период Его правления Правления Это Да, действительно Послевоенный период Индустриализация Индустриализация Война Но это же сделал Не он лично Это же население нашей Великой страны Он сплотил и подвиг Ну, это все Досужие разговоры Он для меня Тиран Тиран Все Никаких памятников Никаких памятников Я не говорил, что их надо уничтожать Я не сторонник вообще ничего уничтожать Стоит? Пусть стоит Пусть стоит У нас есть Очень много местных Ну, будем говорить Местных деятелей Культуры, науки, образования Там Чарушин Лобовиков Бакулев Которым Необходимо оставить памятники А их нет Они прославили А их нет И никто даже не заговаривает об этом Я думаю, что Я думаю, что если бы Кровофонингом Так же Начал со сбора средств На памятники Этим Великим людям То они бы нашлись Их бы в Кирове поставили Конечно Вот смотрите Здесь такая история Достаточно непростая Это все же из-за того Что большинство Ну, не большинство Но многие не знают Что на самом деле Делал Сталин Ведь есть реальные документы Где он ставил подпись По расстрелам Уничтожению людей О том Что такое ГУЛАГ Так уже все понаслышке Хотя бы Колымские рассказы Шламов почитали Ну, я уже не говорю Про Архипелаг ГУЛАГ И представляли Как жило население В тот период Ну, это же Страх Его хотят сейчас Опять внедрить Через такие моменты Это неправильно Вот смотрите Большая публикация На протале Свой Кировский Есть по этому поводу И вчера Авторы публикации Были у нас в эфире И слушатели вчера звонили Вот что меня Удивляет Скажем так В этой публикации У них интервью С несколькими людьми Местными жителями В том числе И эти люди Часть из них Это потомки Репрессированных И даже они Установку этого памятника Поддерживают Ну, это голландский синдром Стокгольмский 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 синдром Ну, это неправильно Потому что даже Мы же в прошлом году На государственном уровне Решали о том Что должно быть мероприятие Увеличивать памяти Жертв политических репрессий Это было принято На государственном уровне Но государственная машина Медленная Это не происходит Да Но это же было принято На государственном уровне А создаётся такая атмосфера Что там надо опять Крепкую руку С этим будем бороться Социальная справедливость Которую якобы создавал Сталин, это же бред и блеф. Потому что был большой период, когда люди не могли работать ни с архивными документами, ни знания. Мы возьмем с периода Хрущева, да, ни один политический деятель до нынешнего времени роль Сталина не превозглашал. Так ведь было? Да у нас и нынешний не превозглашает. Мы не видим нигде, чтобы Владимир Путин явно высказывался за. Конечно. Но эти все патриоты, которых возглавляет так называемая коммунистическая партия Сурайкина и других этих товарищей. Коммунистов у нас несколько коммунистов. Да, у нас их много коммунистов. И они разные. И они разные совершенно. Вот они все придумали, что мы сейчас будем этим заниматься. Вы рассматриваете это как политический пиар для партии или нет? Конечно. То есть для них это лишнее упоминание? Конечно. Лишнее упоминание? И другого я в этом не вижу. То есть это не искренний такой порыв с их стороны? Нет, конечно. Хотя есть. И мы даже читали некоторые опросы, которые подтверждают роль и величие Сталина и очень части населения. Ну, мы видим 70%. Ну, как эти цифры появляются, мы примерно представляем, да? Не сегодня 70, а завтра могут быть 7. Да. И скажем, да, мы ошиблись. Это правда. Бывает. Вот рост производительности у нас был, тут раз в течение месяца изменился из огромного роста, стал почему-то маленьким. Маленьким, да. Маленьким. Юрий Шлеминзон в нашей студии у нас впереди реклама, мы вернемся через две минуты. Юрий Шлеминзон в нашей студии, депутат Кировской гордомы. Мы еще немного про памятник Сталина поговорим. В продолжении памятника Сталина, вот я совсем недавно ознакомился с материалами, которые в открытом доступе. Да. Были проработаны архивные документы о работе военной юстиции в период Великой Отечественной войны, то есть с 1941 по 1945 год. Военная юстиция? Это военная прокуратура. Военная прокуратура. Значит, было за этот период рассмотрено 2 миллиона, цифры запомнили, 143 тысячи дел, осужденных было. Из них было расстреляно 157 тысяч человек. Это 10 кадровых дивизий. Представляете? Собственными руками мы расстреляли 10 воинских дивизий. Притом эти расстрелы были не с периода, можно было бы говорить, в 1941 году, там дезертижество или что-то было. Основная часть вот этих людей, расстрела была с 1943 по 1945 годы. Если в 1945 годы еще не полный был, по май. Вот мы собственными руками расстреляли 15 боевых дивизий. Юрий Львович, Натальевич. Ну, не могло же столько людей, врагов народа быть. Наверняка же были люди, которых задело, как нам вчера сказали наши слушатели, задело их расстрелить. Конечно. В тот период, там в этой же материале публикуется, что в фашистской Германии было расстреляно 7800 человек. Понятно. Ну, Германия меньше, чем Россия. Ну, да. Там и народ, наверное, не было. Ну, представляете, сколько должно быть все время, что одни враги народа в стране живут. И воюют, потому что это военная прокуратура. Не, ну, 10 дивизий цифра. 10 военных дивизий кадровых. Это в период, когда люди очень дорогие. Люди очень дорогие, люди нужны. Люди вообще всегда дорогие. Нет, нет. Ну, тут история такая, что каждый человек на счету во время военных действий, мы же помним, да, совершенно, что призывали там... Юрий Львович, вот какой вопрос еще. Вы человек путешествующий, а вы вообще вот опыт России в смысле установки там или сноса памятников можете наложить на опыт какой-то европейской страны, американской страны? Там ведь тоже история не всегда однозначная. Там есть периоды, да, спорные. Им памятники стоят? Памятники стоят. Их не сносили? Нет, их не сносят, за ними даже ухаживают. Но они стоят, все памятники, по много, там сотен лет есть памятники, которые стоят, но они стоят. А есть прецеденты какие-то, где вот, ну вот, что-то новое решили поставить там на основе каких-то вот, ну, исторических событий или такого нет? И это бы вызвало какое-то там народное недовольство? Я в последнее время, ну, не видел я таких памятников, честно сказать, там, которых младше там... Все понятно. ...пятидесяти стали. Ну, погибших воином. Ну, тут вопросов... Мемориальные такие. Тут вопросов нет. Есть, конечно, а вот таких... То есть, если памятники историческим событиям, как поставлены были 200-200 лет назад, так и стоят? Да, но их практически никто не трогает. Их никто не трогает. Только прибираются вокруг. Да. Только прибираются. Юрий Шлемензон, мы продолжаем. Еще одна важная, важная городская тема. Я так думаю, что мы ее успеем обсудить. Чиновников, во всяком случае, заместителей главы администрации города пересадят на велосипеды. Илья Шульгин, который принял участие в воскресенье в велопараде, после провел объезд городской территории на велосипеде. И отмечает, что это удобно и с точки зрения оперативности, экономии времени, и с точки зрения мобильности. С помощью велосипеда можно заглянуть практически в любой уголок. При этом в ходе велорейдов отчетливее видны проблемы пешеходных зон. Отсутствие пешеходных переходов там, где они нужны, но их нет. Проблемы тротуаров, качество тротуаров, съездов, сходов. И одновременно, значит, планируется обращать внимание на недостатки в работе подрядчиков по содержанию проезжей пешеходной части, газонов, зеленых зон, дворов. Ну вот, собственно говоря, на этой неделе будет разработан маршрут, веломаршрут, на ближайшие четыре выходных. На самом деле, меня посылает это только семей. Так, слушайте, Юрий Львович, да, ну почему? Почему? Потому что если чиновник не желает видеть те нарушения, которые он обязан видеть, то он, пользуясь любым видом транспорта, то ли он передвигается пешком, то ли он с коптера наблюдает это, то ли на велосипеде или из окна автомобиля, это не имеет значения. Он должен просто это постоянно, круглосуточно, говорить, видеть. Я вот столкнулся в прошлом году с таким фактом, что у нас происходит разрушение набережной. Вывернуто там большое количество плит. Когда я об этом заявил на заседании Кировской городской думы, то ни один из сотрудников администрации об этом не знал. Как? Ну, просто не знал. То есть они не ходят по набережной? Они не ходят по городу. Так. И над ним летают, похоже, с закрытыми специальными очками. Зачем себя расстраивать? Можно же увидеть, что у нас там не убирается мусор, там бурды не стоят, где-то скамейки неправильно расположены, что у нас разрушены городские остановочные павильоны. Можно, что у нас неправильно размещена реклама. Можно это видеть, можно это не видеть. И от того, что будут даны указания смотреть, не факт, что это кто-то будет смотреть. Вообще, так называемый линейный контроль в многих сферах жизнедеятельности города он или отсутствует, или он некачественный. Поэтому мы имеем определенный период, когда за дорогами вообще не было никакого контроля. Мы видим дороги, которые к весне у нас слетали. Вот посмотрите, возьмем 2016 год и наш 2019 год. Да, есть, конечно, недостатки при дорожных работах, но когда не только администрация, но и общественность занялась тем, что надо контролировать это, мы увидели результат. Вон есть результаты. Дороги стали качественнее. То есть здесь история... И это во всех вопросах одно и то же. Здесь история о том, что неважно, как ты будешь передвигаться. Во всех программах закладывается инвестиционная составляющая. Что сети, теплосети перекладывают, что сети электрические, вот у нас сейчас идет следующая там ввода. А кто проверяет? Кроме бумажек никто не видит. Почему это? Если в правительстве Кировской области на этом могут заниматься полтора-два человека, кроме бумажек они ничего не увидят. В городской администрации такая же ситуация. Но все расписали, что да, мы... Но по бумагам-то все верно. Мы в тарифе получили инвестиционную составляющую. Это мы с вами платим за то, что мы не знаем, что делается на самом деле. Юрий Львович, ну смотрите, вот здесь-то они уже точно поедут, им маршруты разработают, их на велосипеды посадят. Вне зависимости от того, умеют они кататься и знать ли правила дорожного движения. Можно смотреть и желать смотреть. Можно проехать и ничего не увидеть. По-другому не будет, поверьте мне. То есть вы пессимизм испытываете после этой новости? По уровню контроля работы администрации всех уровней, всех уровней, поскольку да, испытываю. И неважно, на велосипеде, пешком... Или не имеет никакого значения. Никакого значения. Имеет значение желание видеть или не видеть. Слушайте, а может они полюбят после этого велосипед? Ну давайте от городского контроля отключимся, да? Нет, это полезно для здоровья, конечно, это хорошо. А вдруг они полюбят велосипед, будут ездить на работу на велосипеде, и городская инфраструктура начнет меняться. Именно потому что чиновники ездят на работу на велосипеде. Нам надо, чтобы чиновник выполнял свои основные функции. Так. То есть, если ему положено контролировать, он должен контролировать. Если кому-то положено другую работу делать, он ее должен выполнять. И это не зависит от того, каким видом транспорта он в данный момент пользуется совершенно. Есть желание работать или нет желания работать. Вот и все. В общем, велосипеды, да. Велосипеды не вызывают у вас, я так понимаю, восторга. Юрий... Нет, способ... Юрий Львович, да. Как способ проводить досуг, да? Вы сами катаетесь? Нет, я пешком хожу. Понятно. Но это тоже полезная история. Поэтому я больше вижу, наверное. Не так пролетает... Быстро. Перед моим взглядом все, да. Набережная с вывороченными плитами. Ну, не только набережная, много других мест. Я, кстати, должна сказать, я тут была поражена. Я тоже долго не заходила в парк имени Кирова возле гостиницы Хилтон. Там такая аллея молодоженов у нас была, да, где вот установлена эта подкова, и где все фотографируются. Я, Юрий Львович, наблюдаю странную картину. Там брусчаточкой все уложено. И эта брусчаточка в некоторых местах... Выпрыгивает. Да, она... Не, она выбрана просто. Вот реально там. Где-то метр квадратный, где-то два квадратных метра. Ее смыло просто. Вы думаете? У меня было ощущение, что ее местные жители унесли куда-то. Это вымывается, распинывается ногами. Сначала она вспучивается. Но она как-то очень ровненько там была выбрана. Ну, может, для ремонта кто-то убрал кусочек. Скоро, наверное, отремонтирует. Взял кусочек. Еще к городскому благоустройству. В интернете появился первый вариант реконструкции Коневского рынка, сообщает паблик Юго-Западный район Киров. Главная положительная особенность – это большая парковка, более чем на 200 машин. Она предназначена для посетителей рынка и Кочеровского парка. Собственно, вот на проекте, где мы привыкли возле памятника Коневу, на земельном участке площадью более 16 тысяч квадратных метров должно появиться здание рынка площадью более 5 тысяч квадратных метров. Не более, до 5. До 5. Нет, там, по-моему, 5-430. Ну, неважно. Торговая площадь там чуть поменьше, да, 4-800. Вот, и приводится сравнение. Площадь торгового центра Эко-Ярмарка – 2800 метров, площадь центрального рынка чуть меньше 2 тысяч метров. У меня вопрос. 5 тысяч квадратных метров – это нужно или не нужно тому району? Вот Эко-Ярмарка стоит полупустая. Ну, во-первых, рынки должны быть под крышей. Если сейчас существует же там рынок, да, он практически достаточно заполнен, и новый рынок, он не будет же большей площадью, чем нынешний существующий. Там достаточно в юго-западном районе прозревает много населения, и доступность к рынку, она выше, чем на Эко-Ярмарке. Это понятно, потому что логистика… Ну, мы понимаем, да, улица Щерцкая Эко-Ярмарка. Очень сильно отличается. Не все туда могут добраться. И если там будут товары от фермеров, я думаю, не только в Кировской области, и из других регионов завозиться и торговаться, то это будет иметь свой спрос. То есть есть смысл строить такое большое помещение? Наверное, да. Собственники рассчитывают, это же не боготворители, они же, наверное, рассчитывают получать какую-то прибыль из-за… Ну, как минимум окупить. Ну, да, конечно. Как минимум окупить. Конечно. Ну, во-первых, там будет более цивилизованный вид все это иметь, и будет приятнее горожанам вокруг ходить, и будет такое приятное место, которое будут горожане посещать. То есть это положительная новость? Это, конечно, положительная. Это положительная. Оцениваем положительную. Юрий Львович, Юрий Шлеминзон в нашей студии. Да, Юрий Львович, еще один вопрос. По поводу ближайшего заседания Кировской городской думы, предстоящего заседания и комиссий, которые состоялись в его преддверии. Обсуждался вопрос по перспективам муниципальной управляющей компании Центральная коммунальная служба. Я тоже знаю, что эта тема на протяжении нескольких месяцев депутатами поднимается. Не очень понятно вообще, что с ней будет. Людей вызывает вопрос. Потому что проверка контрольными службами выявила определенные нарушения, недостатки в ее работе. И я так понимаю, что... Да долги и заблокированные счета, давайте уж прямо говорить. Я думаю, что администрация города осознает проблемы, которые создает эта организация. И будут в ближайшее время, я понимаю, приняты... Она, наверное, уже существует, дорожная карта по исправлению тех недостатков, которые намечаются в работе этой организации. Да, у нее не самые лучшие дома. Мы сами понимаем, что собрано много чего было. Того, с чего не брали другие управляющие компании. Да, старый жил фонд. Но, если с тем, деньги собирались. Если не в полном объеме, то достаточно не в малом объеме. А работы проводились не так, как должны проводиться. Город намерен сохранить ее, эту компанию? Да, без этого... А развивать? Я думаю, что он обязан ее сохранять, иначе большая часть жилого фонда останется без обслуживания. Это такая доля муниципалитета. И это есть во многих городах нашей страны. Я думаю, что при правильном подходе и понимании тех ошибок, которые делали предыдущие команды, это будет исправляться. Это будет исправляться. Очень надеюсь на это. В какие сроки? Которые определит глава города. Которые определит глава города. То есть Елена Васильевна Ковалева. Ну, Илья Вячеславовича. Илья Вячеславович Шульгин. Юрий Шлеминзон, депутат Кировской городу. Мы в нашей студии. Мы особое мнение на этом завершаем. Юрию Львовичу говорю спасибо. Всем слушателям до свидания. До встречи в следующий раз в эфире.